Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско, и вы смотрите, уже догадались, кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала прекрасно знают, что я очень часто в рецептах использую разные концентраты. Речь веду о концентратах бульонов, например, домигляс из говядины, щелкайте, смотрите, если вдруг не видели, или подобный ему концентрат из птицы. Или заглядывайте в описании видео, ссылку я там размещу. Еще раз хочу заострить ваше внимание. Такого вот типа концентраты позволяют вывести привычные вам всем блюда на принципиально другой уровень вкуса. Но посудите сами. Представьте себе, что вы пьете чай в прикуску с сахарной свеклой. Или тоже самый чай, но уже с сахаром. Есть разница, верно? И сейчас я хочу вам показать приготовление подобного концентрата из панцирей и голов лангустинов. Вот в этом ролике, если пропустили, и если вам это интересно, щелкайте, смотрите. Я готовил этих ракообразных в соусе пиль-пиль. И там пообещал показать, куда, собственно, девать вот эти самые головы и панцири. Сразу говорю, приготовить концентрат таким образом вы можете из панцирей любых ракообразных. Креветок, лангустов, омаров, даже речных раков. Да, конечно, вкус в каждом случае будет отличаться. Но это не важно. Чем больше разных концентратов будет храниться у вас в холодильнике, тем более разнообразные блюда вы сможете готовить. Короче, хватит болтать. Давайте приступать. Сначала овощная основа. Достаточно крупно нарезаю морковь, сельдерей, лук. Не ждите точных пропорций. Их и не может быть. Берите все на глаз. Но откуда взяться точным пропорциям, если, к примеру, разные сорта моркови по вкусу отличаются? Да даже молодая морковь от старой и та отличается. Стандартно для такого бульона берут именно такой набор овощей. Французы, кстати, этот бульон называют биск. Добавлю чуть-чуть оливкового масла и начну обжарку. Насчет масла. Обжаривать овощи можно и на сухую, и с маслом. Все зависит от ваших вкусовых пристрастий. Можете на сухую чуть-чуть прижарить. Можно с маслом чуть-чуть припустить. Можно с маслом довести до мягкости, до карамелизации. В результате вы можете получить либо аромат дымка, либо карамельный привкус луковых, морковных сахаров. Короче, творите. Ну, вот так вот, пожалуй, будет достаточно. Теперь добавлю немного протертых томатов. Они тоже должны обжариться. Заметьте, не сок из томатов должен немного выкипеть или там совсем выкипеть. Нет. Именно сахара, которые в помидорах содержатся, должны закарамелизоваться. Поэтому не на время смотрите, а следите за овощами. Вот сейчас сока все еще много, и он понемножечку кипит. Самое время поду сковородки немного деревянной лопаткой пошкрябать, чтобы карамель луковых сахаров, которая здесь уже образовалась, начала растворяться как раз-таки в томатах. Отлично. Вот сейчас уже видно, что сока стало меньше, а томаты начинают прижариваться. Вот смотрите, еще немного, еще чуть-чуть, и сейчас небольшая хитрость. Именно на этом этапе к овощам нужно добавить немного белого сухого вина или коньяка. Зачем? Все очень просто. На дне сковородки сейчас уже образовалась карамель. Еще немного, и она начнет гореть. Добавление коньяка не только добавит вкусов и ароматов, виноградных ароматов в будущем виску, но и позволит эту самую карамель растворить до того, как она сгорит. Добавляю чуть-чуть и поработаю лопаткой. А в кастрюлю добавляю панциря и головы. Надо довести их до красноты. Биск можно готовить как из сырых панцирей, так и снятых уже с готовых креветок, раков, омаров и тому подобного. Из сырых, конечно, лучше, потому что если вы готовите биск из панцирей голов уже предварительно приготовленных креветок, то часть вкусов и ароматов они потеряли. В любом случае, обжарьте их 5-10 минут. Время в данном случае зависит от количества. Чем больше их, тем больше времени уйдет. Такая обжарка усилит их вкус. Смотрите, у меня они уже начали краснеть. Значит, можно добавлять овощную зажарку. И сразу все старательно перемешать. Запах идет очень интересный. Тут и креветочный дух, и виноградная тканьика. Ну и пора добавлять воду. Немного, но всю эту кучу, конечно, надо погрузить в будущий бульон. Все, довожу до кипения, убавляю нагрев и оставляю при слабом-слабом кипении на полтора часа. Нужно дождаться, чтобы все вкусы и ароматы из овощей, из голов, из панцирей выварились в бульон. Ждем. Полтора часа прошло, остается измельчиться. Удобная штука эти погружные блендеры. Особенно стараться не надо. Просто если голову не разбить в труху, то в них много сока останется. Ну вот так будет, наверное, достаточно. Остается только процедить. Выдавливаю все до капли. Вот так. Готово. Этот бульон, в отличие от демигляса, в холодец не превратится. Поэтому удобнее всего его заморозить. Например, формочка для льда. И хранить в кубиках. Вот так. Насчет использования. Следующий ролик ожидаете. Приготовление пасты с креветками в сливочном соусе на основе вот этого биска. Если такого бульона у вас много, то из него получается великолепный сливочный креветочный суп. С биском получается суперский ризотто. Ну и вам показывал уже ризотто грибной вот в этом выпуске. Щелкайте и смотрите, если пропустили, если это вам интересно. Так вот, на основе тех же принципов, с использованием вот этого бульона получается совершенно обалденное блюдо. Так что в следующий раз сядьте с друзьями, пиво пейте, креветки есть. Головы и панцири не выбрасывайте. Спасибо за компанию. Всем пока.